МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профилактические осмотры должны проходить один раз в год обязательно? Да, обязательно. То есть собакам, которые старше пяти лет, два раза в год желательно. Ежегодно проводить биохимический анализ крови. Ну и все, в общем, по необходимости УЗИ брюшной полости делать. Это вот только породистым или вообще всем-всем-всем? Нет, всем-всем-всем. Это профилактика у нас идет возрастных заболеваний. То есть чем раньше мы диагностируем заболевание, тем лучше для пациента нашего. А вам это кто-то рассказал или вы просто знаете? Просто знаю. Не первая собака уже, поэтому. А какие были? Такса у нас была до этого. Ходили? Тоже на осмотр? Реже, реже. Поэтому здесь решили основательный задца. Да? Как зовут вашего питомца? Луна. Луна? Луна. Не Луна, а Луна, да? Луна. Дома Лунтик. Дома Лунтик. Это порода? Чахва. Конечно. Вот к таким породам, наверное, особое отношение, потому что, ну вот говорят, болеют они часто. Да, болеют часто. Чаще всего страдают заболевания парадонта, то есть это зубов, если мы посмотрим. То есть у нас имеется небольшой зубной камень у собаки уже. И то есть его нужно будет в дальнейшем профилактировать. Мы с владельцем побеседуем на эту тему, я ей все расскажу уже на будущее. То есть для того, чтобы предвосхитить какие-то, ну, потенциальные заболевания, просто снять их. Для этого проводятся осмотры. Да, то есть мы просто сначала чистим зубки собаки, а потом, чтобы в дальнейшем у нас они не выпадали. Потому что у нас происходит поражение зубным камнем, всей корневой системы. У карликовой собаки это достаточно часто. И очень быстро все происходит. Как приходится вам уговаривать или просвещать, что вот нужны такие осмотры? Да нет, просто приходят уже чаще всего с проблемой. На профилактические осмотры крайне редко приходят. То есть приходят, когда уже имеется проблема, и мы эту проблему уже решаем. Сами уже. И вам сложнее, и... И собаке сложнее, и питомцу, в общем, и владельцу. Всем сложнее. Лучше всего профилактировать все эти заболевания. И обязательно вакцинироваться раз в год. Это самое главное вообще. Это у нас профилактика инфекционных заболеваний, которые встречаются ежемесячно, ежегодно и повсеместно. Вы хорошо чистите зубы? Очень хорошо. Скажи, всем даем в ротик залезать, без наркоза. Чистим камушки, убираем и все. А у нас собака хорошая. У нас покойный, золотой. Понимаю. Его Бантик зовут. Бантик все понимает. Да, это вообще умный пес. Он дружит со всеми. Бантиюша, пожалуйста, посмотри, какой у меня Бантиюша. Улыбается у нас Бантиюша. Зубки чистит хорошо. Нам 11 лет. Зубы все на месте. Лето наступило. Соответственно, открываем мы на стеж окна. И не всегда думаем о том, что наш питомец так готов тоже выпрыгнуть. А он не ласточка. Он не полетит. Это очень всегда опасный период. Кошки садятся на подоконник, они видят птичек, которые летают вокруг, и они позиционируют себя охотником. И когда окна открыты, высокий риск того, что животное может выпасть в это окно. Она не понимает, что там 4, 5, 10 этаж. И очень много именно высотных травм выпадает на это начало летнего периода. Травмы эти очень опасны. При падении кошки травмируются очень сильно. Алгоритм действий какой, когда вы знаете, что ваш питомец улетел, что называется? Обязательно необходимо сразу же его найти и обратиться в клинику. Срочно. Вот в течение первых 20-30 минут. Если это случилось ночью, есть круглосуточные клиники. Потому что животное испытывает сильнейший шок и боль. Иногда это даже жизненно опасающая ситуация. Нередко это приводит к гибели животного. А он ведь не расскажет, да? Чем быстрее вы окажете медицинскую помощь ветеринарному животному, тем больше шансов на выживаемость. А поймут в клинике, что с ним конкретно не только произошло, а и где он травмирован? То есть там будет рентген, еще что-то? Обязательно. Обязательно таким животным сначала проводится противошоковая терапия. Их нужно обезболить. Дальше проводится обследование крови, УЗИ и рентген для выявления травм. И все направлено на снятие именно шока. А потом, когда животное стабилизируется, уже проводятся последующие манипуляции по восстановлению переломов. Возможно, операции на брюшной полости при разрывах внутренних органов. Но еще я бы хотела отметить момент вертикального открывания окна. Не только, когда животное выпрыгивает из окна. Когда оно пытается прыгнуть, но при этом вертикальное микропроветривание достаточно опасное. Животное может повиснуть, может застрять сбоку. И вот та часть тела, которая остается по ту или другую сторону этого окна, перестает адекватно снабжаться кровью. И это приводит к тромбозам. Это тоже очень опасное состояние. Поэтому всегда нужно быть внимательными и птительными при открывании окон. Что, москитную сетку ставить? Что делать? Ну, москитная сетка может сыграть как парашют. Вместе с москитной сеткой животное может выпасть. Поэтому открывать окна только под контролем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова